Возьмите микрофон. Добрый вечер. Представьтесь, как вас зовут? Галина. Галина. Итак, у нас в гостях Галина. Галина, пожалуйста, назовите ваши данные. Галина, 4-й, 06-1992. Так, время? 03-55. Прекрасно. И место? А вот я не думаю, что у вас найдется, но давайте попробуем. Солнечный Хабаровский край. А мы попробуем. У нас есть координаты. Прекрасно. А у нас тоже разные всякие методы. А почему вы думали, что мы не найдем солнце? А потому что их много вообще в России, и поэтому... Ой, правда, вот их куча. Ну вот тут их целых три, даже для Хабаровского края. Немножко координаты у них отличаются. Какие у вас, да, ради интереса, да. Да. Мы можем прямо сейчас подкорректировать. А можем по интернету посмотреть. Коллеги, вот вы всегда помните, что если вы не очень уверены с координатами, мы всегда вправе подкорректировать. Ну, они, к сожалению, немножко не в том формате. Сейчас я... Они в десятичном. Сейчас я попробую найти этот самый солнечный Хабаровский край. Мы всегда можем сами координаты найти из интернета. Единственное, только разница с Гринвичем. Вот это важный момент, потому что разница с Гринвичем, вот это должна нам дать программа. 50-43. Все-таки немножко... Да, чуть-чуть надо было вот вторых брать. 50-43, 136, 38. Ну так, чуть-чуть буквально. Чуть-чуть подкорректировали, самую малость. Галина, мы готовы? Коллеги, у Галины асцендент 29 градус Овна. Да, Тельца недалеко. Вопрос к астрологам. Все-таки действительно Овин или Телец? Овен. Ну, ваше мнение. Овин, конечно. Абсолютно. Поэтому время рождения правильное. Время правильное. А почему не Телец? А внешний. Так я об этом. Ну, а еще почему не Телец? Вот. Чего не хватает? За пища ломаты. Правильно. А еще чего не хватает? Наси остренькие. Кучи всяких... Бижутер. Да, совершенно верно. Поэтому время рождения правильное. Галина, какой у вас вопрос, пожалуйста? Ну, смотрите, я сейчас стою на перепуте. Какой, с чем связать жизнь с творчеством? Или все-таки финансы есть с тренденцией? Я не могу сейчас по себе понять, что мне ближе. Расскажите, пожалуйста, у вас есть высшее образование? Какое? И экономическое, и юридическое. У вас два. О, Галина молодец. Идет с опережением. К 37 годам Галина подойдет уже как минимум с двумя высшими образованиями. И северный узел в девятом доме. То есть вы экономист и юрист. Кстати, из этих двух вы бы моментально сделали выбор. Здесь как вот Одинцово и Красногорск. Здесь одно очень плохо, а другое очень хорошо. Кто скажет, экономист или юрист в этом? Правильно. Тут все против экономиста, потому что восьмой дом пустой. Плутон ретроградный, обсуждать нечего. А за юриста все за. Потому что планета в седьмом доме есть. И Юпитер, планета юриспруденции, вот он. Он в шестом доме, еще и в деве, в знаке своего заточения. Галина, вы могли бы стать высококлассным юристом. Ну, какого профиля я точно не могу сказать. Цивилистом или иным. Но что вы думаете об этом? Ну, мне близко об армитраж. Ради бога. Вы можете реализовываться в этой области? Да, конечно. Сейчас все о этом мы поговорим. То есть как раз вы пришли узнать, вы на перепутье. Ну да. А первое образование у вас какое? Экономическое. Все-таки экономическое. Ну, экономическое больше управление. То есть опять же взаимодействие с людьми, а не счеты. Менеджмент. А потом вы получили второй. Вам надо идти по юридической части. Безусловно. А, кстати, армитраж, ведь экономическое образование, споры между хозяйствующими субъектами, как раз очень будет полезно. А в каком качестве вы себя видите? Ну, я не знаю, наверное, не стоит углубляться. Вы знаете, что такое вопрос армитражно-управляющие? Я не знаю. Ну, то есть проводите оценку, смотрите, можно. У нас даже был в гостях в прошлом году, может быть, кто-то был на этом мастер-классе, супруг нашей коллеги, крутейший армитражный управляющий, но не из Москвы, а, по-моему, не из Воронежа. Я забыл, из какого-то областного центра, вот он был самый крутой там вот этот армитражный управляющий, но потом что-то как-то вот, и он ушел, и они переехали в Москву, и в Москве он просто пенсионер. Конечно, это самое лучшее для вас, конечно. А вам что-то еще надо для этой работы сдавать и учить? Ничего не надо. Нет, нужно сейчас, да, получить статус. Чтобы получить статус, нужно выучиться полгода. Вы пойдете учиться? Конечно, я уже вот сегодня этим занялась. Правда? Да. Как звезды, звезды сошлись. То есть вам надо полгода выучиться и получить статус армитражного. Да, Галина, это очень правильное решение. Мы вас можем только в этом решении поддержать. Ну и прогрессивная Луна идет по Пятому Дому тоже в помощь Галине. Так что, ну я думаю, тут, смотрите, еще Меркурий, Венера, Марс, три плохих звезды. В работе это очень поможет. Ригель, звезда хромоты на Меркурии. То есть арбитражный управляющий имеет дело с хромыми предприятиями, проводят и процедуру банкротства и так далее. Вот он Ригель-то заработает. Хромые бизнесмены, хромые в кавычках. Да, хромые предприятия. Дальше Альдебаран на Венере. Денежная катастрофа. Но не у самой Галины, а те, с кем она будет иметь дело по работе. Ботенки и тос на Марсе. Глубокая депрессия у юрлиц, которые находятся в процедуре ликвидации. В общем, Галина, все это гениально. У меня к вам вопрос как к юристу. Арбитражный управляющий является госслужащим или нет, я просто этого не знаю. Нет, это именно аккредитация при СВО, то есть государство с службой, это отношение не имеет. Здорово, потому что ветроградный Сатурн и как бы это было бы чревато, если бы этот арбитражный управляющий, если бы это шло как госслужба. Очень хорошо, просто прекрасно. А где вы будете учиться? Территориально? Я понимаю, а что? В Сиропиле? Да. В Лихарусе. То есть это есть в Академии? Да, есть в списке целых бетонок. Где можно получить специализацию арбитражную. Вы будете в Лихарусе. Великолепно. А где это территориально? Территориально. 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 Это Рак. А Рак это для Галины второй сектор, а во втором доме у нее самые лучшие планеты. Солнце, Меркурий и Венера. Поэтому, Галина, мы хотим вас поздравить с очень правильным выбором. Кроме того, вот эта учеба в Плехановке еще пойдет как довесок к северному узлу в девятом доме, как некое третье дополнительное образование в ВУЗе. Да, можем только приветствовать. Спасибо большое. Да, вы молодец. Вопросов нет больше. Тогда мы желаем вам удачи в учебе. Выходите, пожалуйста. Сатурн. Метроградный украин. Если бы арбитражный управляющий приравнивался к госслужбе, то мы бы сказали, что, ну, как бы, может быть, не самое лучшее быть. А поскольку это не так, все в порядке. Добрый вечер. Как вас зовут? Здравствуйте. Александр, я вот. Да, очень. Мама моя уже у вас был. Всем здравствуйте. У нас был уже? Да, там, наверное, лет пять, может, назад. Правда? Я не... Вот честно. Да? Очень давно был, когда в институте еще учился. Подождите, Галина Ивановна. Это же ваш сын. Ой, конечно, был. Я просто вас не узнал. Ну, может, да, чуть-чуть подростно. Я помню, тогда еще студентом... Ну, студентом, и мы как-то год думали, выглядели... Да, 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 что-то такое. Что-то такое я помню. Но, Александр, на радость маме... Да, все. Все. Да, Александр, очень-очень приятно вас видеть. Назовите, пожалуйста, ваши... Так, 11 марта 1991. Так, время? Время 23.15.17. Прекрасное место. Москва. Москва, да. Да, очень приятно. Так, Александр, назовите ваш вопрос, пожалуйста. Ну, по работе. Я вот хочу... Ну, расскажи, пожалуйста. Как бы, детям. Я в метро работаю закончилась тут, в общем. Ну, инженер, может сказать, там работаю. Да, мама рассказывала, что был, пошли в метро. Да, и там как-то все... Нет особо прогресса. Да? Да. А они рапортуют, что каждый день по новой станции. Не, ну, это-то да, но роста нет особо. Вот придумал... То есть вы инженером там? Да. А куда вы думаете уйти? А вот это тоже не знаю. Ну, может творчество музыкальное, может быть в IT пойти какие-нибудь, в компьютер технологии. А музыкальное это что имеется? Ну, написание музыки, продюсирование. Не знаю. Ну, это, наверное, больше все-таки хобби. А этим вы занимаетесь, да? Музыка. Да. У вас есть своя какая-то группа или... Ну, не группа, я на компьютере, в общем, музыку делаю. Компьютер. Ну, там с ребятами, да, иногда собираемся, играем, в общем. Есть такое. Ну, это да, больше хобби, конечно. Ну, да. Значит, коллеги, давайте смотреть. Ну, то, что метро не самое оптимальное, это ретроградный Плутон. Как бы сильно задерживать Александра в метро мы бы тоже не стали, потому что у него ретроградный Плутон, а все, кто связан, в независимости, кто ты там, инженер, машинист или еще кем бы ты ни работал в системе метрополитена, ретроградный Плутон нежелательный. С другой стороны, четвертый дом, третий, в третьем северный узел, транспорт, четвертый там в земле, солнце Меркурий, солнце Тригон с Плутоном, как бы есть такие прочные факторы. IT точно нет, потому что компьютерный сектор гороскопа пустой и плюс уран на голове стрельца, на звезде слепоты. То есть, IT точно нет. Про музыку это могло бы быть интересным, потому что, смотрите, Венера в овне злая, но по типу Александр не исполнитель, а что у него первым идет? Солнце, все-таки силовик, и Венера на депрессивной звезде, поэтому... А не надо руководить, пусть сидит один и все, и сочиняет. Нет, но он и сочиняет. Но вопрос делать из этого профессию. Вообще, Александр, в идеале, конечно, вот это вот тут в третьем доме такая мощная штука, и северный узел там, в идеале бы, конечно, как-то в сфере транспорта вам бы, вот, Ну, может быть, не именно метро, да, а, допустим, было бы идеально что-то типа, ну, что скажете, как-то... А? Такси, Яндекс, электронный... Может быть, да, да, все виды транспорта, кроме метро. Кроме метро, Меркурий не метроградный, вот эта вот история, она так богато очень смотрится, богато. Ну, то есть какие-то компании транспортные... Да, транспортные компании, да, да, транспортные компании, ведь у вас хорошее резюме, вы уже сколько в метро? Ну, уже там, да, это, я знаю. Да, то есть, как бы, хорошее, качественное резюме, да. А сейчас же будет электрификация транспорта проводить до 20... Да, по-моему, уже проверили. Нет, нет, на вот это, на газовое оборудование, которое электричество вырабатывает, по 5 тонны они там бесят, что ли, ну, все автобусы, вот эти все транспортные, беспроводные, беспроводные, они сами будут генерировать энергию прямо в музее, и вот это оборудование электричеством обслуживать по уранскому... Уранск, никто, да, да. Да, мысль неплохая. Мысль неплохая, да. То есть опять огромные деньги из бюджета уйдут. На замену троллейбусов электробусами в Москве ушли космические деньги, при этом экономисты говорили, а чем плохие вам были троллейбусы? Троллейбусы Москва подарила периферийным городам, которые были в шоке от столь щедрого царского шубу. Вот, а теперь, оказывается, еще и по новой будем менять электробусы на газобусы. Водородные водородные. Да, 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 да. В новом коллегии. В четвертой ходу водородных. О, это непочатый край работы. Да, из бюджета непочатый край. Электробусы меняем на газобусы. До 24-го программы. Кто же сомневается, надо же успевать. Поэтому люди запланировали газифицировать все автобусы срочно, пока красный конь в 24-м не набежал на Россию. Потому что потом станет не до газобусов. Спасибо за информацию, это очень интересно. Возвращаемся к вам. Транспортные компании. Так, музыка, конечно... Для себя. Для себя, да. Айти не идем. А вот все, что связано со сферой транспорта, это действительно было бы идеально. А еще, конечно, ну об этом говорить, наверное, уже как-то может быть поздно. Но знать об этом вам все равно хорошо. Александр, из вас бы получился прекрасный педагог. Понятно, что для этого нужно другое образование. Вот я имею в виду школьный учитель. Смотрите, какое тут красивое. Дети бы были от вас в восторге. И у вас бы получалось. Ну, просто имейте это тоже в виду. Что педагогическое у вас есть. Я думаю, это в гороскопе по наследству. Потому что папа Александра профессор, если я не путаю. А мама практически тоже. То есть вот родители такие мощные педагоги. И вот видите, вот этот стеллариум. Второй, третий дом появился. При том, что именно пойти по стопам родителей напрямую Александру было бы нельзя. У него в девятом доме южный узел. То есть стать как мама и папа доцентами и профессорами было бы нельзя. Но вот быть педагогом... Кстати, на уровне СПТУ можно и техникумов. Это же третий дом. То есть не школьным учителям, а педагогам на уровне среднего, специального. А кстати, он мог бы быть... Или все равно нужно педагогическое? Образование. Если по специальности получили. Да, вот, в техникум. А? Ну там сейчас денег нету, что там получать-то. Ну это да, согласен, да. Но для себя такой нюанс держите. А вообще транспортная компания. Когда вы хотите уходить? Ну не знаю, это еще... Это пока не конкретные планы. У меня вот, ты что, вопросик? Да. Какая-то криптовалюта. Я там смотрел у вас в марте когда-то, там планетка какая-то должна быть. Да вот она, да. И что там? Вас интересует? Да, да, да. А вы этим занимаетесь или пока... Нет, нет, занимаюсь, то есть там инвестировал и прочее. То есть думаю, да, может торговать ей. А во что? Ну в разные, в разные там монеты. Там и в биткоин тот же, и туда, и сюда. А еще чуть-чуть разные. В эфир, да. Ну и там, и еще пачка других. Ну вот, да, вот в этом как у меня. Нет там... Коллеги, криптоистория, это Эрида, она у Александра в соединении с Венерой, в пятом доме. Я думаю, это неплохой признак. Управитель второго дома при этом Юпитер в девятом, я думаю, что управитель второго в девятом для крипто доходов можно рассматривать. Потому что все это где-то там далеко-далеко, непонятно где. Ну, девятый дом как удаленность. Им неинтересная история. Вы как бы путем самообразования, да? Да, 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 да. А как вот вы как человек изнутри этого считаете в целом эту историю всю перспективной? Непонятно, но мне кажется, конечно, на спекуляции это больше всего основа. Да. Более, ну то есть это не как финансовая... Ну и пусть, понятно, что спекуляция, но и тем не менее. Так, да, то есть там много проектов, которые заменяют банковскую систему сейчас идут. То есть не платежно, там, например, не виза, карты будут платиться, а в обход банков будут идти деньги и... И никто не увидит. И никто не увидит. Ну, увидит-то, может, и увидит, но просто намного быстрее и дешевле получается. И дешевле. Для пользователя. Для пользователя. То есть когда Наташа Королева сказала, ради этого все и делать, что друг подарил ей 50 биткоинов, то ведущая секрета прям как стояла, так и села на свой стул. Потому что, да, 50 биткоинов, они же 2,5 миллиона долларов, на дороге не валяются. Самая дорогая яйцеклетка в мире. Так вот, получилось у дочери Людмилы Порывай. Таким образом, Александр, я думаю, что вот на этот вопрос мы точно отвечаем положительно. Продолжайте криптоопыт, он хорош. То есть когда человек спрашивает про крипто, то Венера Эрида. Нужен аспект, желательно не квадрат и не оппозиция. Но, правда, еще тут 11 дом имеет значение, но он пустой. Но я так понимаю, Александр же, это не его не единственный источник. Он это просто как параллельно. И могу сказать, что сейчас есть люди, которые чисто на этих подъемах и спадах зарабатывают. Не могу сказать, что прям сильно много, но на регулярной основе. Да, на регулярной основе, да, вот в этой углубляюсь. Сегодня они говорят, тут сегодня 100 долларов капнуло. Завтра, причем это те самые легкие деньги, поскольку как бы никаких усилий они не предпринимают для этого. Завтра там, ну оно каждый день меняется, они именно играют на подъемах и спадах биткоинах. Сегодня 200, говорит, капнуло там и так далее. То есть на регулярной основе им что-то капает. Ну вообще я уже тоже изучаю эту тему. На Украине уже разрабатывают систему платежную криптовалюты на пользовательском уровне. Да, чтобы везде расплачиваться биткоины. И сейчас у нас тоже в Думе подняли этот вопрос, чтобы контролировать эти криптодоходы от людей и криптопотоки. Тут налоги само собой, но еще и криптопотоки. А как они собираются контролировать? Создавая платежная система между банками и криптовалютными финансовыми биржами. Ну то есть все равно наши хотят контролировать... Когда повысили налог НДФЛ, запихать не пихуемые. Ведь криптов и придумано для того, чтобы полностью быть вне государственного контроля. А наши все равно хотят... Ну не только наши, все государство хотят контролировать. Да, а наложить свой жесткий контроль. Да, пожалуйста. А вот еще в данном контексте мы как-то рассматривали... Вы объясняли, что интересно посмотреть астероид Арахна. Совершенно верно. Есть специальный астероид, который нам показывает историю с криптовалютой. Это астероид Паук, астероид Арахна. Вот, кстати, прогрессивная Луна идет по четвертому дому, а это оппозиция к десятому. Кто помнит правило, опасно или нет уходить с работы в период прогрессивной Луны четвертого дома? Кто помнит это правило? Защититься. Опасно. Защититься. Не уходите в никуда. Если вы сейчас уйдете просто в никуда, вы можете надолго застрять дома. То есть, если уходить, то только на конкретное место. Если говорить об удачном поиске места, то, может быть, это февраль-март следующего года. Ну, вернее, это уже как результат этого поиска. Но в любом случае много-много таких примеров, когда прогрессивная Луна идет по четвертому дому, ушел с работы, думал, что отдохну мне месяц, пересижу недельку и пойду на другую. Не получается. Человек застревает надолго дома, то есть без работы. Поэтому будьте осторожны. Что касается астероида, то, безусловно, мы должны его с вами посмотреть. Это у нас есть каталог астероидов. И мы должны искать или по имени, или по номеру этого астероида. Это, вот он, 407-й астероид, он так и называется, арахне. Ну, то есть арахна в честь древнего божества в виде паука. Во! Арахна, правда, ретроградная. Это не очень хорошо. Но зато... Вот она. Ну, у нее нету символа. Такая просто звездочка. Но зато арахна в воздушном знаке, это хорошо для финансов воздух, и она в одиннадцатом доме. То есть, Александр, вы можете быть успешным игроком на крипторынке, но немножко карма из-за этого будет подпорчиваться. Поэтому, чтобы она не портилась, на каждую удачную сделку покупайте маме по даму. И тем самым карма, ну и не только маме, там еще в Северной в третьем, там еще родственники, братья, сестры. Да, с каждой удачной транзакцией немножко и этим вы будете как бы перед небом у себя очищать. Еще можно вопросить, да? Конечно, да. Личные. Вот мы, Галя, моя девушка. Очень приятно. Вот какие у нас там камушки погодные, чего опасаться, да, чего. Что хорошего, что плохого. Сейчас, сейчас, сейчас. Так, я хотел арахну отключить. Сейчас, секундочку. Вот так, да. Вы давно встречаетесь, общаетесь? Три месяца. Знакомо давно. Знакомо давно, а вместе три месяца. Знакомо давно, а сблизились недавно. Ну, первое, что бросается в глаза, маму зовут Галина и девушку зовут Галина. Кто мне скажет, это хорошее совпадение? Хорошее. Хорошее. Или, например, вы стали встречаться с молодым человеком, которого, допустим, зовут Александр, а вы Александровна. То есть, имя отца совпадает. Это хорошее совпадение. Правда, оно само по себе как бы еще недостаточно, но, тем не менее, это неплохо. Давайте повспоминаем, кто у нас была Галина по солнечному знаку зодиака? Близнецы и близнецы. Галина была близнецы. Близнецы и рыбы хорошая пара. Тип брака тоже неплохой. А дата рождения Галины? Четвертая или четвертая? А здесь сходящегося аспекта у Луны нет, потому что... А вернее, есть. К секстиль, к Меркурию, идеальное число рождения избранницы Александра, тридцатая, плюс-минус четыре дня. А Галина родилась? Четвертого. Четвертого. Однако проходит. Проходит по Птолемею. Не помнили? Четвертым числом проходит, знаком тоже. Звучит очень неплохо. И еще, смотрите, какая точность у Александра. Луна в Козероге. А это, вы помните, мама или вредная, или старая. Сколько было маме, когда она... Ну, это в кавычках. Три. Да, конечно. Поэтому мама не вредная, а очень хорошая. Просто она родила Александра в уже таком солидном возрасте. Вот тридцать семь. Это вот мы-то правильно анализируем? Мы говорим, ого-го. А Наташа Королева с легкой руки решила, что мы поверим, что она почти в 50, ну, 73-го года ей уже 40, исполнилось 8, ну, 49 уже весной. Что она тут и клетки раздает налево и направо по цене 50 биткоинов за штуку. И все от этих клеток легко-легко рождаются. Что я хочу сказать? Выглядит очень неплохо. Единственное, я просто же так не помню сходу гороскоп Галины. Галина по возрасту относительно Александра... Вот разница, да. Вот. Младше? Младше. Младше, да. Младше. Луна в первом... Луна четвертая фаза. Либо старше, либо позже. Ну, Александр уже... Сатурн сам перешагнул ему уже за 30. Поэтому нормально. Я про... Опять-таки, про правила в Толемее. В общем, выглядит как-то неплохо. Сергей Ильич, а вот на Венере, в Атенке и Тоз, у него и у нее с этим как бы? У них одинаково, да? У нее на Марсе. А, у нее на Марсе. Так это и притянуло их, вот эта звезда. Но я думаю, нужно сделать красивую такую вот инсталляцию, да. Вот этой звезды в Атенке и Тоз. Звезда-то плохая, конечно, она депрессивная. Но символично, что она у обоих. Александр, выглядит... Ваша совместимость с Галиной выглядит вполне достойно. То есть, пока мне придраться не к чему. Ну, а дальше это вы уже... Разберемся. Да, дальше вы уже решите сами. Будете вы так или решите уже пожениться. Ну, у Александра через год дирекция ИЦ к Меркурию. То есть, он через год куда-то переезжает. В 31. Кстати, это уже не через год, а уже... Полгода. Полгода, да. То есть, вы уже в орбисе вот этой дирекции. А вы с Галиной просто встречаетесь или вы уже вместе живете? Живем вместе. В одной... У нее, у Гали. У Гали живете. На Беляево даже. Беляево. Беляево это лес. Да? Лево. Оранжевое. Лево. Оранжевое, да. Это лев. Правда, рыбы. Получается, что шестой сектор. Не очень удачный. Правда, в шестом-то планете это может быть много работы. Вы много работаете? На работе, да. Нормально. Много. Вечером на каждом. Девяти до шести. Каждый день. Каждый день, да. Ну вот. А животные есть? Кот. Кот. Это кот Гали? Мой. И вы с котом переехали. Да. И Галя приняла, а у Гали не было животных. У нее кот раньше был, он на даче живет. Ага. Отлично. Я имею в виду на момент вашего... На момент нет. Да, все. Тогда вред шестого сектора меняется. А как кот в квартире адаптировался? Отлично. Хорошо себя чувствует? Это очень важный критерий, потому что мы же про котов все знаем. И... Да. Переезд. И если кот там себя хорошо чувствует, да. Кот даже стал ходить в туалет. Стал там ходить на ободон. А у вас... Я перед толчком прям. Кот стал человеком. А вы в Беляево жить не можете. Даже кот в Беляево стал человеком. Я не знаю, скоро начнет. В полном смысле слова. И посещает туалет по правилам. Ну, это очень важный критерий. Значит, энергетика там супер хорошая в этой квартире. Ну что, я думаю, значит, дирекция уже отыгралась вот этим вот ицепь Меркурию. Переездом к девушке. Ну, хочу тогда я вам искренне, Александр, пожелать счастья. Спасибо большое. Будьте счастливы. Спасибо. Спасибо, да. Спасибо.